Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами вкратце познакомимся с самыми примитивными винтовками Третьего Рейха, получившими название Фольксштурм Гевер. Перед началом хочу выразить благодарность админу группы Коллекции Военного Антиквариата за содействие и предоставление материала для подготовки сценария к видео. Ссылку на группу оставляю в закрепе. Советую заглянуть. Но вернемся к винтовкам. Как можно понять из названия, предназначались эти вундервафли для оснащения немецкого ополчения Фольксштурма. Под конец войны требовалось все больше оружия, но поддерживать прежние темпы производства качественных образцов экономика Рейха не могла. Поэтому немецким оружейным фирмам поставили задачу сконструировать упрощенную винтовку под винтовочно-пулеметный патрон с задачей максимально быстрого освоения винтовки в производство. Так, на свет появилась программа «Примитив Вафен», которая помимо винтовок включала еще и другие образцы оружия. Уже 7 ноября 1944 года были представлены несколько образцов Фольксштурм винтовок от разных фирм. Также была предпринята попытка создать упрощенную винтовку под промежуточный патрон. В декабре происходили испытания оружия, во время которых вылезли на свет недостатки большинства образцов. Часть представленных винтовок была снята с испытаний. Несмотря на то, что министр промышленности настаивал на создании единой винтовки, в конечном счете в производство пошли 5 образцов, получивших название «Фольксштурм Гевер» с разными цифровыми индексами – от 1 до 5. Цифровой индекс обозначал фирму-производитель винтовки. Так, например, «Фольксштурм Гевер 1» производила фирма «Вальтер», а «Фольксштурм Гевер 3» – «Райнметал». Между винтовками разных фирм имелись существенные отличия, но объединяла их общая примитивность конструкции и низкое качество изготовления и материалов. При производстве некоторых винтовок применялись бракованные и запасные стволы от авиационных пулеметов, либо иной заводской брак. Наибольшей критике в литературе подвергся «Фольксштурм Гевер 1». Его прицельные приспособления были максимально примитивными и нерегулируемыми, рассчитаны на стрельбу до 100 метров. Рукоятка затвора представляла из себя простой металлический стержень, а в качестве предохранителя использовалось кольцо, блокирующее ход спускового крючка. Из-за некачественного ударника оружие часто давало осечки. Другим интересным образцом является «Фольксштурм Гевер 5» или «Фольксштурм Карабинер 98». По сути, это был карабин-маузер, максимально упрощенный во всех смыслах. Часто это оружие собиралось из остатков от производства нормальных маузеров. У винтовки отсутствовал предохранитель, порой у приклада даже не было затыльника. А если присмотреться к карабину, то грубое качество изготовления отчетливо бросается в глаза. В общем и целом, народные винтовки были оружием отчаяния. Качество их изготовления плавало, и боец «Фольксштурма» никогда не знал, что именно к нему попало. После скольки выстрелов оружию разворотит ствол. Несмотря на то, что у винтовок существовал определенный стандарт, образцы, созданные даже на одном предприятии, могли отличаться друг от друга по конструкции и отделке. Все это сказывалось на стрельбе. Частым явлением были осечки, низкая кучность, поломки механизмов и так далее. Из некоторых винтовок, банально, было опасно стрелять. Что уж говорить, под конец войны Третий Рейх находился в агонии, и такие винтовки это еще не самое дно. Всяко лучше, чем воевать кулаками. Тем более, стоили они очень дешево. Ну а в качестве продолжения темы, предлагаю вам посмотреть мое видео, в котором я рассказал, как немцы делали гранаты из картона и бетона. Ссылка на ваших экранах. Приятного просмотра!